Все, давайте тогда начнем. Меня зовут Алексей Ницца, я провожу вебинары Теплиц социальных технологий. Сегодня мы поговорим об эффективности сайта НКО и в частности рассмотрим, что такое Google Analytics. Этот месяц, январь, у нас в Теплице является таким месяцем, где мы рассматриваем темы касательно эффективности некоммерческих организаций. И мы стараемся осветить этот вопрос с разных сторон. Достаточно много материалов есть на нашем сайте, вы можете посмотреть. И в том числе эффективность сайта – это также одна из составляющих эффективности деятельности самой организации. Если кто не знает, Теплица социальных технологий в двух словах – это такой общественный образовательный проект, который главной своей целью ставит соединение двух плюсов. Первое – это некоммерческие организации, это какие-то гражданские активности. И с другой стороны – это сектор программистов, условно говоря, IT-сектор, которые имеют какие-то определенные знания и могут помочь некоммерческим организациям. А те, в свою очередь, имеют потребности. Поэтому с помощью наших материалов, наших мероприятий и всего остального мы пытаемся это свести и сделать что-то общее, реализуя какие-то определенные проекты. И вот в январе мы говорим об эффективности. На самом деле эта тема действительно очень сложная. В прошлый раз мы говорили об измерении эффективности некоммерческой организации. И там она такая тема была более теоретическая, то есть вы тоже можете посмотреть. Пару слов хочу сказать спасибо фонду Fox Media за предоставленную площадку для проведения вебинара. Фонд занимается интересными и важными вопросами социального развития и охраны здоровья. Если ссылка есть, вы можете также перейти по ней. Пару слов о себе. Меня зовут Алексей Ниц, я являюсь ивент-редактором и автором видеоуроков «Теплица». В том числе я провожу вебинары. Мой имейл есть. По любым вопросам вы можете мне писать напрямую, поэтому можете записать его. Имейл просто «nitsa-sobaka-test.ru». Test.ru – это наш сайт. Запомнить тоже легко, как тест, только посередине тире. И если вы по какой-то причине пропустили вебинары или хотите посмотреть вебинары, которые были у нас в предыдущие разы, то можете это сделать очень легко. Зайдя на наш сайт и в разделе «Мероприятия» увидите вкладку «Вебинары», зайдете туда и увидите все списки вебинаров, которые есть с полными видеозаписями. Также в последнее время я стал записывать просто, ну, немножко по-другому вебинары, и, соответственно, появился такой плейлист у нас на нашем канале YouTube. Есть, то есть, достаточно все удобно и в достаточно хорошем качестве именно звук. Поэтому можете зайти туда, посмотреть. Сейчас уже там достаточно порядка, наверное, восьми вебинаров или даже больше. В презентациях ссылки кликабельные, то есть, если вы потом скачаете презентацию, то вы по ней можете спокойно пройти. План вебинара. Вы видели в анонсе его еще пару слов о том, о чем мы сегодня поговорим. Прошу прощения. Замет, во-первых, это порядка часа. Я постараюсь говорить это быстро, в эту прекрасную пятницу, чтобы вас не сильно задерживать. Но, тем не менее, хочется, чтобы это было интересно. Поэтому, если будут какие-то вопросы, конечно, мы можем немножко задержаться. Итак, главная цель сегодня поговорить об Google Analytics. Что это такое вообще? Что это за страшная такая штука? Как ее установить на свой сайт? Как посмотреть аудиторию своего сайта? Статистику? Что такое конверсия? Что такое цели сайта? И, собственно, как их установить? Вот об этом мы сегодня поговорим. И, возможно, может быть, что-то еще другое затронем. Может быть, что-то не успеем посмотреть. Второй раз уже я решил просто делать спирогеографию участников. То есть, я просто беру те списки регистрации, которые есть, и смотрю просто, откуда люди регистрируются. И вот можно посмотреть, например, на этой карте тех участников, которые потенциально хотели принять участие в этом вебинаре, но по какой-то причине, может быть, кто-то не дошел. Может быть, он посмотрит записи. То есть, как вы видите, конечно же, в основном это Россия, но есть и там немножко Европа, и даже есть один человек из Соединенных Штатов. Так что мы растем и развиваемся. И продолжаем разговор вот о чем. Значит, как я уже говорил, эффективность некоммерческой организации штука такая действительно важная и сложная. Ее надо измерять. И сейчас, когда мы используем интернет очень так интенсивно, да, практически каждый день в своей жизни, и это является очень таким объемным каналом связи со своей целевой аудиторией, то, собственно, поэтому сайт некоммерческой организации является очень хорошим инструментом. Поэтому он также, поэтому он также, то есть, должен быть эффективным. Я просто немножко прервался, там какие-то уведомления появляются, но я не буду на это реагировать пока. Если вы хотите задать вопрос, пишите их письменно, пожалуйста. Итак, мы сегодня поговорим об эффективности сайта НКО с помощью, например, одного из инструментов, которые существуют, а их действительно много, да, то есть, это не единственное, это не панацея, то есть, можно использовать то, что вам удобнее. Это Google Analytics, то это инструмент от компании Google. Не нужно бояться, что это иностранная компания, тут все на русском языке. И как тут был задан вопрос, не боится ли, что там сервисы Google будут закрываться в связи с санкциями. На этот вопрос у меня нет хорошего ответа, но мы все будем надеяться на то, что никакие санкции не затронут те инструменты, которые нам помогут делать нашу работу эффективнее. Поэтому просто нужно верить в то, что будет все хорошо. У Яндекса также есть свои определенные инструменты, возможно, мы как-то дальше поговорим о них в следующих вебинарах. Но сегодня мы расскажем именно о Google Analytics. Так, это дальше чуть-чуть. Теперь я вообще планирую показать свой экран. Для этого сейчас, секунду, я тут нажму. Так, секунду. И вы должны сейчас, по идее, во вкладке, вот во второй, то есть где презентация, да, а там вторая вкладка должна появиться, должна быть демонстрация экрана. То есть вы должны видеть то, что вижу я. А я вижу сейчас, например, вот другой сайт. То есть, по идее, вы должны увидеть вот это. Если вы это увидели, хорошо. То есть просто вы, если даже не видите, можете сами вручную переключить на второй вкладку и смотреть. Я периодически буду возвращаться, чтобы смотреть вопросы какие-то или замечания, потому что я, соответственно, их не вижу, когда показываю сайт. Так что если что-то будет не работать или вопросы, пишите. Да, итак, начнем про то, что у каждой некоммерческой организации, в принципе, сейчас есть сайт. И вот буквально в конце прошлого года мы запустили конкурс малых сайтов. И в рамках этого конкурса мы сделали такой небольшой видеокурс о том, что такое вообще сайт, как их создавать, что такое вот пресс, и как самостоятельно попробовать сделать это и вообще понять, как это все работает. И в процессе курса, собственно, мы создали вот такой сайт, такой псевдоорганизации, да, вот как тут написано, «Человек и кошка» — это организация вымышленная. То есть мы просто придумали такой кейс, да, и на примере этого кейса рассказывали и делали видеоуроки, чтобы было более понятно, о чем идет речь. Вот сегодня я буквально просто буду показывать все примеры на фоне вот этого сайта. Итак, допустим, представим себе, что это сайт некоммерческой организации, которая, там, допустим, в которой вы работаете, или это ваша некоммерческая организация, и вы хотите понять, насколько эффективно ваш сайт работает, вообще эффективен ли он, или какие разделы эффективны, что вообще с ним делать и так далее. И там, естественно, что у каждого сайта есть определенная цель, вот в двух словах просто, что это такое. Например, это такая организация, которая называется «Человек и кошка», и она помогает, там, пристраивать бездомных котят и всеми с больными детьми, да. Все мы знаем, что животные хорошо влияют психологически и просто эмоционально на людей, поэтому это хорошая затея и хорошая вещь. И мы, кстати, недавно буквально действительно видели существующие такие подобные организации в некоторых городах России. Почему нет? И вот мы представим, что есть такой сайт, да, в главном разделе, условно, есть тут там раздел «Взять котенка», «Отдать котенка», да. То есть, например, у кого-то есть котят, они могут отдать эту организацию, а те, соответственно, могут отдать их тем людям, которым они нуждаются. То есть, отдельный раздел – это вот «Взять котенка», можно выбрать, да, определенный котят. И второй раздел – это «Отдать котенка». То есть, например, у вас есть котенок, да, там, например, там, окатилась кошка, вы можете, там, условно говоря, отдать этого котенка или котят, и здесь вы просто можете написать в этой форме или позвонить по телефону. Опять же, вся информация вымышленная, поэтому не надо звонить по этому телефону, соответственно, он не работает. Просто рассказывать принцип, да, что это такое. И есть какие-то разделы у сайта, там есть контакты, вот, например, да, там, можно посмотреть, откуда эта организация, что она делает, там, например, информация о нас, да, более подробно посмотреть, что это такое, там, команда, например, и так далее. Ну, как бы у всех организаций, наверное, похожие более-менее по содержанию сайта. Есть раздел «Новости», где мы публикуем, например, какие-то новости относительно, там, влияния кошек и так далее, и тому подобное. То есть, ну, в принципе, полноценно существующий сайт. Так, сейчас я вернусь, все нормально. И теперь главный вопрос, собственно, «На, а как, как исследовать и как измерять эффективность этого сайта?» Потому что вот мы сделали сайт, и что дальше, да? Заходят ли к нам люди? Кто эти люди? Что они хотят? И так далее. Совершенно непонятно. И для этих целей, вот, существуют такие инструменты, как Google Analytics. так как наш сайт на WordPress, мы просто покажем, как, например, сделать это на WordPress. И первым делом хочу сказать о том, что для того, чтобы вы вообще использовали Google Analytics, у вас должен быть аккаунт в Google или, например, почта Gmail, да? Как мы видим, у них аккаунт, вот моя почта, например, да, она на Gmail. Соответственно, даже если у вас, там, есть аккаунт в Google, вам просто нужно завести Analytics, то есть аккаунт именно сайта, который вы будете следовать. То есть, естественно, что здесь уже сайт прописан, да, аккаунт уже установлен, но я просто покажу, как это делать. Это достаточно, там, несложно. То есть, когда вы регистрируетесь в Google Analytics, вот вы можете зайти по этой ссылке. Я сейчас просто проверю, ну, примерно, там, она линия, она. Ну, наверное, да. То есть, я просто могу даже скинуть. Если хотите, можете зайти даже сейчас посмотреть. Вы также регистрируетесь и попадать вот в такое окно, где у вас, соответственно, никакого аккаунта нет, вы просто выбираете создать аккаунт. Когда вы набираете, соответственно, здесь вы можете прописать всю информацию о вашем сайте, то есть, название аккаунта какое-то для вас внутреннее, потому что позволяет Google Analytics управлять многими аккаунтами, а не одним. Название сайта, ссылку на ваш сайт, да, там, отрасль и так далее. Все данные, которые тут представлены, в принципе, достаточно все сложно. Ой, все просто. После того, как вы заполните эту информацию, вы получите идентификатор отслеживания. Сейчас я покажу, что это такое. Это просто, чтобы не создавать заранее. Сейчас, секунду. Вот, да. Вы получите вот такой код, который, по сути, вам надо разместить на своем сайте. Сделать это можно разными способами. Если у вас там есть там команда программистов, она может делать это вручную. Есть другие совершенно простые способы, о которых я сейчас расскажу. То есть, для того, чтобы эта система отслеживала статистику вашего сайта, естественно, она должна знать все страницы вашего сайта, да, и понимать, то есть, надо разместить, там, условно говоря, инструмент, который будет всю информацию воспринимать и перерабатывать. Вы получили этот код. Что делать дальше? Значит, самый простой способ, который существует, который мы использовали, так, который мы использовали, это просто добавить плагин. Достаточно много плагинов есть для WordPress, для того, чтобы установить Google Аналитику. Сейчас я покажу, какие. Так как у нас уже этот плагин установлен, я просто покажу его название. Он называется Google Analytics by Yoast. Ну, я могу просто скопировать, и, допустим, когда мы нажимаем «Добавить новый», так, «Добавить новый», мы вводим просто это название. Прошу прощения. И вы видите, да, что вот он буквально на первом месте, вы его устанавливаете. После того, как вы установили этот плагин, у вас появляется вот такая вкладка «Аналитикс», и вы должны единственным образом, что сделать, это прописать свой профайл-номер, а профайл-номер вы можете посмотреть вот здесь. Вот он. В этот номер прописываете, и все. И авторизируетесь, как ваш Google аккаунт, и больше ничего делать не нужно совершенно. То есть он автоматически цепляет ваш сайт, и все достаточно просто. Для более таких продвинутых пользователей есть еще различные установки, но, в принципе, в большинстве своем они не особо нужны, то есть все функционирует стабильно и так, и нормально. Итак, значит, получается, что мы, допустим, уже установили наш Google аналитик на наш сайт, и теперь вот что мы можем сделать. Первым делом мы можем зайти на главную страницу, и это выглядит вот так, да, то есть вот у вас есть там ваше название, и мы входим во все данные по веб-сайту. Выглядит это вот на самом деле вот так. Возможно, кажется, что это все как-то все серьезно, все тяжело, и, может быть, это действительно так. Я не буду спорить, что даже я, например, многие моменты не очень понимаю, потому что я просто не специалист в этой области, я не маркетолог, например, да. Но, тем не менее, самый главный совет, который существует, это двигаться постепенно, да, то есть определить для себя сначала самые какие-то простые вещи, да, посмотрите, как это работает, двигайтесь дальше. То есть, еще раз, видите, тут все на русском языке, единственное, для многих из вас, возможно, у вас будет это на английском языке, то есть, просто это вы можете войти в настройки аккаунта, точнее, в настройки пользователя, нажимаем сюда, и мы видим, что здесь мы можем переключить язык. То есть, если у вас стоит английский, вам нужен русский, выбирайте русский, и все у вас получается теперь на русском языке. То есть, поверьте, это облегчит вам просто работу. Что здесь можно вообще измерять и так далее? То есть, на самом деле, параметров действительно очень много. Самое первое окно – это сводки. То есть, это просто та информация, которая есть по сайту, и на самом деле тут можно все изменять, и все сегменты передвигаются. То есть, вы можете на главной странице определить для себя именно те статистики, которые вам нужны. Что же важно вообще, вот когда мы измеряем какую-то эффективность сайта, да? Естественно, что если это не коммерческая организация, то мы хотим понимать вообще, кто эти люди, кто заходит на наш сайт, какие страницы они посещают и так далее. Давайте просто переключимся на сайт. То есть, например, если у нас есть форма контакта, допустим, да, мне бы очень хотелось понимать, например, кто сюда заходит и кто пишет и так далее. Если, например, отдать, там, котенка, да, тоже хочется узнать, например, а кто сюда заходит, много ли этих страниц посещают и так далее. То есть, во-первых, когда вы делаете свой сайт, да, и потом прикручиваете аналитику, вам необходимо обязательно посмотреть, например, статистику по прошествии, естественно, какого-то времени, буквально там, не знаю, полумесяца, месяца, посмотреть, насколько эффективны все ваши страницы сайта. Может быть, есть такие страницы, да, которые вы считаете важными, но так как пользователь на них не заходит, то есть там просто мало посещений, то они, по сути, неэффективны, соответственно, вам с ними что-то надо сделать с этими страницами, либо в меню куда-то передвинуть, либо сделать более заметным и так далее, либо вообще убрать, потому что, возможно, даже без этих страниц ваш сайт нормально функционирует. Так, Екатерина написала сайт про котиков, да, реализовать. Ну, вот мы реализовали, да, и есть действительно существующие рабочие примеры. Так, возвращаясь обратно, то есть мы должны для себя понять, например, да, если мы не коммерческая организация, например, мы собираем пожертвования. Существуют, конечно, разные инструменты для этого, да, но нужно понять, во-первых, допустим, вот у нас есть инструмент, называется онлайн лейк, и мы можем сделать кампанию по сбору средств. Ну, допустим, да, вот мы собираем там средства на строительство. То есть, как мы видим, это отдельная страница на сайте, отдельная страница, которая говорит о том, что мы собираем деньги на определенные вещи, и здесь можно действительно уже пожертвовать. То есть, я сейчас буду рассказывать больше, естественно, не про инструмент сбора пожертвований, да, а про то, как исследовать эту статистику. То есть, естественно, когда мы собираем, например, деньги на что-то, да, и у нас есть определенная страница на сайте, мы должны понимать, насколько она эффективно работает. То есть, сколько вообще человек в день заходит на эту страницу, кто эти люди, и вообще сколько людей жертвует. То есть, какое отношение вот между людьми, которые совершают какое-то действие, и общим количеством. Давайте немножко поговорим о теории, просто вернемся в презентацию, и вот что я вам расскажу, что такое конверсия. В общем своем вы, наверное, точно слышали такое слово, и, возможно, вы все его знаете, но еще раз давайте повторим. Конверсия – это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем какие-либо целевые действия, к общему числу посетителей. Как я уже начал говорить, то есть еще раз, допустим, если вы там делаете пожертвования, да, там, точнее, собираетесь пожертвования, то вы должны посмотреть, сколько людей сделал пожертвования из тех людей, которые вообще зашли на эту страницу и на ваш сайт. Или, например, там, форму подписки, например, на новости, либо форму обратной связи, либо любое другое действие. И очень важно вот эту конверсию измерять, потому что, во-первых, она измеряется в процентах, и давайте посмотрим, какие, да, вот еще действия могут быть. То есть, естественно, что, если говорить о коммерческих каких-то, вещах, то это обязательно покупка чего-либо, да. Либо это действительно регистрация, либо это подписка, либо это пожертвование, либо посещение определенной страницы. То есть, например, вот вы собираете пожертвование, и, то есть, вот даже я сейчас специально переключу. Как вы видите, у нас есть виджет, да. То есть, он висит, и он виден вообще на всех страницах. Независимо от того, куда человек заходит, этот виджет висит. Естественно, когда мы нажимаем на него, мы переходим на страницу вот пожертвований, и мы хотим, чтобы вообще-то много людей заходило на эту страницу. Соответственно, посещение определенной страницы, это тоже может быть целевым действием, да. Или переход по ссылке. То есть, вот все это вот очень важно, и это важно очень измерять и отслеживать. И, например, какие примеры конверсии могут быть. Итак, так как конверсия – это отношение, то в основном, естественно, оно определяется в процентах. То есть, надо там соизмерять дроби и просто умножить на 100%. Приведем простой пример. Допустим, у вас в день на сайт зашло 100 человек. Допустим, что 5 человек из них сделали пожертвование. И 13 человек подписались на рассылку. Вопрос, да, как посчитать конверсии? И на самом деле достаточно все просто. Я специально взял 100 человек в день, чтобы было легко считать. То есть, как вы видите, мы берем 5 действий, делим на все количество человек и умножаем на 100%. То есть, конверсия пожертвования составила 5%, а конверсия для подписки на рассылку – 13%. Естественно, что это нереальное значение, потому что в реальной жизни у нас количество человек в день посещения, и действие, оно несоизмеримо, на самом деле, не так близко, как здесь. Но как раз цель вообще измерения эффективности сайта – это постоянное повышение конверсии. То есть, постоянное увеличение процентов вот этих. постоянное увеличение вот этого отношения. То есть, вы что-то сделали, измеряете на протяжении месяца, например, посмотрели результаты, вы видите, что вам что-то нужно поменять. Вы берете это, меняете, действуете дальше. И вот, по сути, вы за год, например, можете посмотреть, насколько вот у вас процент конверсии менялся, да, и вот даже это говорит о том, насколько эффективно работает сайт. То есть, если у вас рост постоянный, да, например, или какой-то там другой, но рост, значит, вы делаете все эффективно и правильно. Так, возвращаемся обратно. Да, на вкладку. Итак, вот мы, допустим, все установили, попали на главную страницу. Теперь давайте посмотрим, что тут есть. Естественно, что главным образом здесь говорится о посещаемости страниц, о тех пользователях, которые посещают эти сайты, и какая-то общая статистика. Во-первых, есть вот такие вкладки, да, то есть, это сводки, ярлыки, оповещения в режиме реального времени, аудитории, источники трафика, поведение, конверсии. Сводки, еще раз, как я говорил, вы можете лично добавить на главный экран, условно говоря, ту информацию, которая вам очень нужна, потому что, в принципе, вы можете ее найти где-то внутри, да, но если вы хотите сразу это видеть, да, это как ярлык, условно говоря. Переходим к ярлыкам, конкретно это, да, вот, собственно, про то, что я говорил, то есть, во-первых, вы можете, помимо того, что сделать сводки какие-то определенные, то есть, это определенного вида отчеты, да, которые вам нужны, а ярлыки – это именно то, что вы можете вытащить из других разделов. То есть, сводки – это ваши личные какие-то отчеты, которые есть, которые, например, ну, там, не предустановлены, то есть, по каким-то параметрам, которые интересны только вам, но это мы поговорим чуть позже. Также есть оповещения, вы можете, там, создать какие-то важные оповещения, возможно, там, на свою электронную почту и так далее, но это, мне кажется, не важно. То есть, по сути, вот эти три, там, три первые вкладки вы можете вообще не трогать и оставить, как они есть, они не особо сильно влияют на работу. Так, я верну сейчас. Окей, и дальше самая такая интерактивная кнопочка называется «В режиме реального времени». Что она значит? Вот мы нажимаем, например, «Обзор», и что мы видим? Что в режиме реального времени сейчас на нашем сайте находятся два человека. Давайте немножко флешмоб проведем, я просто скину вам ссылку на сайт, и вы, пожалуйста, просто зайдите на эту, по этой ссылке и, там, ну, не знаю, там, на какую-нибудь страницу перейдите или можете просто нажать. И вот вы видите просто, что в реальном времени вот это число, оно изменится. То есть, сейчас это два человека, как вы видите, вот уже там пять-семь человек, и резко возросло. То есть, это реально показания данных в реальном времени. Мало того, что мы видим количество людей, и, во-первых, мы видим, с каких устройств заходят люди, настольные компьютеры или это еще какие-то другие источники, например, да. Как мы видим, что мы проводим вебинары, у нас ссылка начинается на Connect1 вебинару, это источник переходов. Тут есть также основные активные страницы, то есть, это те страницы, которые вы, там, мы вместе сейчас посещаем. То есть, если слэш – это просто главная страница, как мы видим, что на главной странице сейчас 60%, и много других страниц, да, которые тут существуют, и можно посмотреть, сколько процентов людей там сидит и сколько человек. На самом деле, это очень нереально, это очень хорошая статистика, и очень интересно измерять. То есть, она, так как она интерактивная, это тоже очень здорово. И можно посмотреть, например, сколько просмотров по минутам тут есть. Дальше. Что еще я могу вам сказать об этом? Например, я вижу, что 15 человек из России, и 3 человека из Украины. То есть, есть такие данные. Дальше мы можем, например, ну, не знаю, что еще можем сделать. Да, тут, наверное, это бессмысленно делать. Даже, наверное, по городам сложно сделать. А, вот, да, по городам теперь можно. Когда, то есть, я на карте нажал на страну, я могу посмотреть, что в Москве – это один человек, в Петербурге – два, в Перми – один, и в Саратове – один. То есть, как вы видите, все интерактивно, и все сразу понятно, кто, откуда, где и что делает. Источники трафика, еще раз, это там уже было в обзоре, да, это то, откуда вы зашли, с какой страницы. То есть, когда вы, например, исследуете статистику вашего сайта, и, например, вы обычно как делаете? Допустим, вы публикуете информацию какую-то на своем сайте, а потом размещаете ссылку в своей социальной сети. Так вот, вот эти показатели хорошо говорят о том, насколько хорошо работают ваши социальные сети, откуда вообще люди заходят к вам на сайт. Может быть, они просто там в закладке себе положили сайт и заходят там прямым заходом, да? Как здесь. Прямой заход – это значит просто я там и из закладок, либо веб-адрес вбил. И переходы. То есть, это те переходы там, например, из других источников. То есть, тут также важно посмотреть. Это очень интересно и действительно полезно. Контент. Следующая вкладка говорит о том, где сейчас люди сидят и что они смотрят. Какие страницы. То есть, вот как вы видите, 7 человек сейчас смотрят на основную страницу что-то. Вот дальше есть описание тех страниц, которые смотрят люди. Это также интересно. Это было в обзоре, но тем не менее. То есть, обзор – это вкладка, которая предоставляет собой как бы просто в совокупности такие основные данные, которые есть, а другие вкладки – это основные более-менее там, более подробные данные. События. События. Вряд ли тут что-то есть. И конверсии. Сейчас мы поговорим о конверсиях. Чтобы для этого сделать, я просто покажу это в прямом эфире, условно говоря, как это делается. На самом деле это просто. Прошу вас пока не выходить с сайта. Я просто сейчас кое-что сделаю. Так, я вернусь обратно. Так, все нормально. Итак, конверсии. Значит, главный вопрос – как исследовать конверсии. Итак, еще раз, конверсия – это отношение каких-то действий к общему посещению сайта. Например, конверсией может быть статистика посещения определенной страницы. Я просто привожу самый простой пример, который существует, потому что на самом деле цели исследования конверсии, они могут быть очень различными. Цели, например, нажатие на какую-то кнопку, цели покупки и так далее. То есть, в статистике это обозначается цель. Как установить новую цель? Для этого я перехожу в администратора. И вот здесь в представлении вижу цели. Здесь я могу установить цель. Я уже пробовал делать одну из целей. Давайте сделаем еще какую-нибудь вместе и посмотрим, как это работает. То есть, еще раз, цель. Вы устанавливаете то измерение какого-то определенного действия ваших посетителей, либо, например, посещение какой-либо страницы. Это как самый простой способ показания, что такое конверсия. Давайте, например, я перейду сейчас на сайт и сделаю, например, ну, допустим, вот статистику вот этой страницы. Мне интересно, сколько людей, например, у меня обычно заходит из всего количества вообще людей, да, которые заходят на мой сайт вот в день. Действительно интересно. Давайте посмотрим. Вот я беру эту ссылку, скопировал себе. Перехожу в статистику. Да, я, кстати, это можно закрыть. Переходя в статистику, я нажимаю плюс цель. И, значит, тут на самом деле достаточно много шаблонов. Но так как у нас самый простой вариант, тут, в принципе, даже шаблон не нужен. То есть, для более серьезных целей тут всегда есть шаблоны. Мы нажимаем «Далее». И название, например, еще раз, мы там делали «Отдать котенка». Ну, допустим, давайте нажмем и введем это название. «Отдать котенка». И цель – это определенное посещение страницы, да. То есть, мне важно посмотреть, кто из людей зашел именно на эту страницу. Нажимаю «Далее». И здесь я просто ввожу ссылку. То есть, как видите, цель равно ссылке на эту страницу. Таким образом, система будет понимать, насколько много людей заходит именно по этой ссылке. И нажимаю «Создать цель». Как вы видите, она включена сейчас, да. И давайте посмотрим, как это работает. Когда я вхожу теперь опять в режим реального времени, в конверсии, как мы видим, у нас появилась вот эта цель – «Отдать котенка». Сейчас там никого нет. Вот если, например, вы зайдете сейчас, кто-то из вас или вы все зайдете на эту страницу, «Отдать котенка», как вы видите, видите, это число прям меняется автоматически. И сразу подсчитывается конверсия. Сразу мы видим, сколько процентов людей в реальном времени присутствует из всех людей, которые присутствуют на сайте. Это действительно очень здорово. Вот это самый простой пример посмотреть в реальном времени, как у вас работает конверсия. Это не все. То есть вообще полный раздел конверсии находится ниже, потому что прямо сейчас это одно, но интересно посмотреть, например, за какой-то промежуток времени. Давайте посмотрим, можно ли это посмотреть. Переходя в раздел конверсии, мы видим цели и посмотрим обзор. Данных пока нет. Мне кажется, дело в том, что просто нужно какое-то время, чтобы это все было исследовано. Они появятся позже. Так, давайте понажимаем что-нибудь. Нет, наверное, здесь все-таки нельзя это сделать. То есть, что я хотел вам сказать о том, что если вы измеряете цели таким образом на протяжении долгого времени, вы можете потом зайти в раздел конверсии и посмотреть ваши цели и распределение ваших конверсий в разное время. Вот. Это важно посмотреть. То есть, например, когда вы в реальном времени измеряете, у вас там, например, достаточно хороший процент, то это не говорит о том, что, например, каждый день у вас так. Или там есть какие-то дни, когда, например, конверсия ниже. Таким образом, вы можете сделать какой-то вывод. А почему? Что нужно сделать для того, чтобы в этот день, например, конверсия увеличилась? То есть, например, уверен, что если вы там будете измерять вот такие данные, то в выходные дни, там, в какое-то время определенное у вас будет конверсия ниже. То есть, процент людей, которые заходят на сайт, например, на эту страницу будет ниже. Да и вообще, наверное, процент людей, которые заходят на сайт, может быть снижен. Или, например, они будут посещать, прошу прощения, будут посещать только те страницы, например, ссылки на которые вы размещаете в социальных сетях, допустим, новости. Потому что обычно в выходные дни мы что делаем, мы просто читаем, и что нам интересно, и все. Так, сейчас я вернусь обратно. Возможно, просто какая-то задержка есть, но она и минимальная. Я просто на вопрос Маргариты отвечаю. Это в реальном времени работает, но, естественно, что все равно какая-то там секунда-две есть задержки. То есть, ну, я не знаю, давайте вот попробуем теперь сейчас. Давайте все выйдем вообще и выйдем с этой страницы. Давайте посмотрим, что получится. Перейдите там на главную страницу или просто уйдите там с этого сайта. Давайте посмотрим, как изменится конверсия. Сейчас видно, что 9 человек, например, находятся здесь. А если вы перейдете на другие страницы, то что-то должно смениться, да? Так. Никто не хочет уходить с сайта? Ну, ладно. В любом случае, то есть, имейте в виду, что, да, в реальном времени, но все равно там минимальная какая-то задержка есть. Но на самом деле данные достаточно очень такие точные. То есть, они, по крайней мере, дают вам как бы пищу для размышлений о том, что вообще делать. Окей, с этим понятно. То есть, вообще классный раздел это реальное время. Это правда, это очень интересно. Посмотреть вообще, как это действует, кто заходит, откуда, что они делают, как долго они там делают и так далее. Давайте посмотрим другую вкладку аудитория. Единственное, что я хочу сказать, что демография, к сожалению, не работает, потому что нужно определенный код было ввести, и, как вы видите, есть какие-то ограничения, которые не отслеживают демографию. Что такое демография? Это, естественно, отслеживание пола и возраста и так далее. Это, на самом деле, очень важная информация о том, кто заходит на ваш сайт. Но, в принципе, та общая информация, которая есть сейчас на сайте, она также достаточно. Итак, давайте посмотрим на примере, например, обзора аудитории, вообще, как работать, например, просто с этими отчетами. Потому что, на самом деле, возможностей очень много. Итак, главное это что? Это, во-первых, название. Главное понимать, на что мы смотрим. То есть, мы сейчас смотрим на то, кто заходил на наш сайт. И второй момент, это главное понимать, за какой промежуток времени мы смотрим эту статистику. А, как вы видите, это с 30 декабря по 29 января. Нажав сюда, мы можем изменить. Мы можем посмотреть, кто сегодня был. Например, нажав на сегодня, мы ничего не увидим. Потому что статистика немножко... Ну, хотя, почему нет, мы увидим. Ну, давайте вернемся лучше, например, за месяц. Чтобы было более, как бы, больше... Да, вот за месяц. Во-первых, мы видим распределение сеансов. Это, то есть, тех уникальных людей, которые заходят. То есть, когда вы заходите вторично на этот сайт, уже вы не считаетесь. То есть, можно посмотреть, сколько людей заходило. Можно посмотреть, что... Да, это я сейчас говорил про пользователей. Сеансы – это всего, сколько людей заходит. То есть, если вы... Вот, как вы видите, при наведении у вас есть подсказки. То есть, например, сеансы – это общее число сеансов за выбранный диапазон дат. То есть, основные показатели можно посмотреть. Как вы видите, что средняя длительность сеанса составляет минутой 12. И в среднем где-то один человек просматривает две страницы. Также можно посмотреть, что новых посетителей всего 16%. А в возвратных, тех, которые заходили уже или заходят, да, их там 84%. Так, я неправильно смотрю. Да, я неправильно смотрю. Так, секунду. А, я понял. Все правильно смотрю. Просто здесь это показано, по каким параметрам измеряется. Да, все правильно. С этим ясно. Во-первых, что вообще… Так, сейчас я переключусь, секунду. Все нормально. Что с этим вообще можно сделать, да? Во-первых, можно отправить это как данные на электронную почту. Себе, по крайней мере. Дальше вы можете экспортировать это в различные типы данных. В CES вы можете в Excel в табличку, можете в Google таблице, либо в PDF. То есть, возможности на самом деле много. Допустим, можно добавить сводку. Что такое добавить сводку? Вы можете добавить какие-то новые данные, которые вы хотите измерить. Ну, давайте посмотрим. То есть, как я говорил уже, это определенные какие-то виды данных, которые вам необходимы конкретно вам. Да, то есть, можно более конкретно настроить. Также можно настроить ярлыки. Также, что мы еще можем здесь посмотреть? Что, в принципе, как мы видим, что на русском языке говорят 90% и только там где-то 9 или 10% это англоязычный. Что мы можем еще посмотреть? Например, страна. Россия, США, город. Мы можем посмотреть, сколько людей было в среднем по сеансам. Из Москвы больше всего. Мы можем посмотреть браузеры. С каких браузеров заходили? Как ни странно, Firefox столько процентов. Ну, мне кажется, это я нагнал такое количество сеансов, потому что я когда готовился, а я пользуюсь Firefox, соответственно, наверное, я. Операционная система. Linux. Вопрос. То есть, я вот с этим бы поспорил. Интернет-провайдер. То есть, видите, достаточно очень много всего, что можно посмотреть. Так, возвращаясь дальше. Все остальные вкладки, в принципе, у вас не будут работать во вкладке аудитории, но вот обзор, он хорошо работает. И мы уже посмотрели некоторые моменты, связанные, например, по странам и так далее. То есть, здесь вкладки, которые позволяют вам делать это более как-то подробно. Посмотреть поведение. Итак, еще раз. Значит, аудитория. Давайте я просто сверну, чтобы было понятно. Аудитория. Там демография, интересы страны. И двигаемся, самое последнее практически это поведение. Мы можем посмотреть следующую информацию. Новые вернувшиеся пользователи. То есть, видите, что ясно становится соотношение новых пользователей и тех, которые возвращаются. Это, опять же, очень важно для некоммерческой организации, когда вы строите вашу работу с аудиторией. Прибавляется ли вообще народ или нет? То есть, это кто? Это есть определенный какой-то костяк, ядро вашей аудитории, которое постоянно вам помогает, да? Либо это новые пользователи. Это очень, кстати, важно посмотреть, когда, например, вы собираете пожертвования, или у вас какая-то компания. Там определенное действие, там какая-то программа действует, да? То есть, вот возвратные пользователи, да, и новые. То есть, тут достаточно много показателей, которые вы можете посмотреть. И, в принципе, они действительно полезны. Это там поведение, в принципе, все. Можно посмотреть еще другие. И вот переходы пользователей. Это самое низо находится. Так, нажав сюда, мы можем вообще посмотреть историю, условно говоря, как люди передвигаются по вашему сайту. Откуда они переходят и куда? Вот по процентному соотношению. На самом деле, очень такая интересная статистика. Также можно с этим поиграться. Давайте я вернусь, секунду. Показатель отказов – это сколько людей уходит с вашего сайта. Если вот прям просто-просто объяснить. Но лучше об этом почитать. А где вы это увидели? Давайте в обзоре посмотрим. Там просто если навести, то нам расскажут, что это такое. Это процент посещения, в ходе которых было открыто не более одной страницы. То есть, при которых посетители покидают сайт со страницей в ходе. То есть, условно говоря, как я и сказал, он заходит, но ничего не делает. Он быстрее закрывается. Или проводит очень мало времени. Такое бывает, когда это какие-то искусственные боты. Либо просто человек нажимает, но почему-то там не остается или закрывает ссылку. Как вы видите, достаточно много этого процента. Вопрос только, как это сделано было. Почему? То есть, это много пользователей заходило, либо это просто, ну там, не знаю, какая-то программа или что-то еще было следствием этого. Но, естественно, что показатель отказов, он должен снижаться. Ну, то есть, понятно становится, что это должна быть низкая какая-то. Как вы видите, вначале достаточно высокая была, потом падала, 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 и уже достаточно падает. Это уже хорошо. Так, возвращаемся дальше. Переходы пользователей. Так, это я вам рассказал. Давайте поговорим еще о поведении. Вкладка «Поведение». И переходим вот в последнее. Это активность посещаемости. То есть, активность посетителей. Как я говорил в анонсе, очень важно посмотреть глубину просмотра вашего сайта. Что это такое? Все зависит, естественно, от того, насколько удобен ваш сайт и так далее. То есть, это показатель говорит о том, сколько страниц смотрит в среднем один человек. То есть, естественно, все мы хотим, чтобы ваш сайт был эффективным, чтобы человек, который заходит на ваш сайт, видел не только одну страницу, страницу входа, куда он попадает, да, но и полазил по вашему сайту, посмотрел вообще все то, что вы делаете. Это уже очень важно. Поэтому этот раздел статистики показывает, во-первых, среднюю длительность сеанса. То есть, сколько человек в среднем проводит. И сколько страниц он просматривает. То есть, как мы видим, например, в среднем длительность просмотра составляет всего там... То есть, 24 сеанса – это где-то от 0 до 10 секунд. 31, 60 секунд – это минута. То есть, человек что-то успел почитать. Это два сеанса, например, да, там... И так далее. То есть, это очень важная такая статистика. И вот еще есть такая вкладка «Глубина просмотра». Переходим сюда, и она что говорит? То есть, что глубина просмотра, одну страницу, да, было 23 сеанса. То есть, 23 раза открыли страницу. Может быть, одни и те же пользователи, может быть, нет. То есть, это говорит о том, что на самом деле сайт не очень эффективен, потому что человек заходит на одну страницу, и он уходит. Как вы видите, что 12... Посмотрев... Как бы сейчас сформулирую. Всего один сеанс, когда за этот сеанс человек посмотрел 12 страниц. Например, есть один сеанс, где человек посмотрел за один сеанс 17 страниц. То есть, вот чем больше вот эти вот сеансы с большим количеством просмотра, тем более эффективен ваш сайт. Вот что я хочу сказать. Так, возвращаясь... Давайте на вопрос отвечу. Скажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что Google Analytics можно подключать к сайту даже без прав администратора на этот сайт? Нет, неправда. То есть, вы можете подключить только имея права администратора, потому что, как я это уже делал, я входил в административную панель. У меня я на WordPress, соответственно, я вошел в административную панель. Без административных прав вы не можете это сделать, потому что вы не сможете разместить просто код на вашем сайте. Поэтому это обязательное требование. Но, как я показал, например, если у вас сайт на WordPress, вы можете делать это самостоятельно, вам не нужен программист. Вы просто берете, устанавливаете Google Analytics плагин, и все, выводите только одно число. Больше ничего, никакого кода вообще ничего не делаете. Это намного эффективнее и намного проще. Ну, на самом деле, да, вы можете попросить сделать это даже при вас, это делается очень быстро. Так, я просто думаю, что еще вам сказать. Ну, как бы, на самом деле, вот, информации достаточно много, да, но вот я просто считаю, что нужно начать вот с истоков и с начала, да. То есть, во-первых, обязательно понять, как работает там вкладка режима реального времени, последить за этим вообще, посмотреть, и потом переходить, например, далее куда-то, например, в основные сводки. То есть, исследовать вообще вашу посещаемость, то есть, посещаемость вашего сайта. Вот основная там сводки, личные сводки, моя сводка, да, здесь вообще вся нужная информация, по сути, существует. И вы можете просто даже отслеживать, начинать только с этого. Вот только это. То есть, и потом, когда вы научитесь понимать вообще, то есть, что это такое и для чего вы это делаете, тогда можно переходить дальше. То есть, также в режиме реального времени. И вот, как я показал, можно сделать конверсию, то есть, это посмотреть, именно цель поставить и узнать, какое количество людей в соотношении, да, заходит на определенную страницу вашего сайта. Это тоже несложно, как вы видели, это делается очень просто. То есть, вы просто размещаете ссылку вот здесь, в целях, создаете цель, идете просто там далее и вставляете ссылку на нужную страницу и больше ничего не делаете. И она появляется у вас в конверсиях. Так, об этом я сказал. То есть, просто идите шагами и обязательно исследуйте это определенное количество времени, да. То есть, если вы установили статистику, пожалуйста, потерпите, там посмотрите неделю, две, три месяца, посмотрите, как это работает. Потом уже можно что-то менять. То есть, например, за более такой долгий промежуток времени, то есть, там, недели, две или месяц, это уже показатель того, как обычно у вас работает сайт. Потому что за одну неделю возможно, что у вас будет какое-то там неправильное представление об эффективности, только потому, что это может быть, например, праздник, да, там, или еще какое-то сезонное влияние. То есть, таким образом. В принципе, я закончил. Я не знаю, если какие-то еще вопросы есть, чтобы показать что-то, я могу это сделать. У нас еще есть время. Если нет, то мне нужно еще минут 5-7, чтобы закончить. Просто пока я не закрыл вкладку, я могу вам что-то еще показать. То есть, главный показатель – это кто, откуда, чем пользуется, как долго проводит время, глубина просмотра, на какие страницы заходят, кто эти люди вообще и так далее. Вот это основные показатели, которые нужны. Так, Оксана спрашивает. Скажите еще раз, пожалуйста, разница между показателями сеанса, пользователями просмотра страниц. Давайте зайдем еще раз посмотрим. Так, мы это смотрели в реальном времени. Да, сейчас нет показателей. Ладно, объясню тогда так просто. То есть, сеансы, по сути, это просто количество раз, которые люди заходят на ваш сайт. Это может быть, как я понимаю, не только новые пользователи, но и те, которые заходили уже. Где же это было? Я помню, что при наведении было прямо показано, что это такое. Да, в аудиторию, возможно, давайте посмотрим. Да, здесь. Да, вот просто вы наводите так, сеансы. Это число сеансов за выбранный диапазон времени. Это период времени, в течение которого пользователь, активно работает. Пользователи. Это уникальные пользователи. То есть, разные люди, которые заходят на ваш сайт. И просмотры страниц. Это общее количество страниц, которые просмотрели пользователи. То есть, конечно, нужно ориентироваться на пользователей, на уникальных пользователей. Потому что сеансов у вас может быть много, да, потому что много людей заходит, повторить, ну, там, несколько раз в день и так далее. Но вам нужно поднимать именно количество уникальных пользователей. Для этого необходимо, там, размещать ваши материалы и так далее на разных сайтах, в социальных сетях, чтобы просто больше людей приходили новых. Катерина спрашивает. Если на сайте есть определенная кнопка, интересно отслеживать, сколько посетителей нажали на нее. Можно ли это сделать? Да, это можно сделать. И, в принципе, именно на такие штуки рассчитаны цели. Но я не могу сейчас это показать, потому что это не так просто. То есть, словом говоря, вы, когда заходите в цели, создаете цель, то в шаблоне вы можете выбрать. Сейчас. Мне кажется, даже в шаблоне этого нет. В общем, есть такие микроцели, которые позволяют это сделать. Просто тут необходима помощь разработчиков, потому что нужно прописывать определенный код на эту кнопку. А это просто так нельзя сделать. То есть, это достаточно сложно. Но это возможно. Вот. Оксана говорит, что есть Google Tag Manager. То есть, вот да, это уже такие более, наверное, серьезные темы, которые есть. И вот, в принципе, инструмент позволяет делать очень многое, да. Ну, просто, наверное, надо постепенно развиваться и как бы идти к этому. Можно, вот сейчас я перейду даже, можно исследовать, на самом деле, очень многое. Там, загрузка и отправка файлов. Заполнение форм регистрации. Переход на куда-то, да, там, просмотр номера телефона, маршрут, электронная почта, окно чата. Какой-то календарь посмотреть. То есть, на самом деле, целей действительно, типов целей очень много. Просто некоторые из них требуют... Ну, давайте просто нажмем что-нибудь. Я не знаю, там, давайте... Я не знаю, там. Ну, просто ради примера, просто даже интересно, что нас попросят сделать. То есть, как вы видите, вы должны указать, там, ссылку, это понятно. Что еще? Ну, без ссылку, на самом деле, что я сейчас показываю, потому что это все-таки не имеет никакого смысла. То есть, я просто не знаю, честно. Поэтому бессмысленно это показывать. Ну, в общем, это можно сделать. Так, хорошо, ладно. Тогда я закрываю окно браузера. Так, если есть какие-то вопросы, ответы, давайте я отвечу, в общем, да. И срадусь это сделаю. Если нет вопросов, я пару слов еще скажу. То есть, резюмируя все сказанное мной, хочу сказать о том, что Google Analytics это такой серьезный инструмент, с которым не нужно бояться работать. Нужно начинать просто с таких простых вещей. И даже люди, которые не сильно разбираются в этом, да, например, как я, я не специалист в этом, да, я могу разобраться и понять, например, там, за какое-то определенное время, что я хочу исследовать, что мне для этого нужно делать и какие выводы я должен сделать из тех данных, которые я получаю. Вот научиться делать правильные выводы из данных, на самом деле, это, наверное, один из основных шагов, которые нужны вот в исследовании эффективности вашего сайта. То есть, вы можете получать цифры, вы можете делать классные отчеты, но вы, если неправильно делаете выводы, чтобы дальше это было и изменялось в правильном направлении, то это никакой цены не будет этому. Для этого, собственно, существует интернет и опыт других компаний, организаций, похожих на вас. Окей, если вопросов нет, тогда пару анонсов хочу сделать, что на самом деле у нас классные мероприятия предстоят. Буквально в Москве через неделю уже будет одна первая часть этого мероприятия, как мы видим, 17-18 февраля. Так, Оксана тут пишет. Да, Оксана, спасибо за информацию. Вот вы можете также посмотреть, да, про Tech Manager. А я продолжаю про анонс. Итак, у нас будет такой очень интересный тренинг про создание видеороликов для краудфандинговой компании. И этот тренинг, в принципе, нацелен на тех, кто уже знает, что такое краудфандинг, да, то есть, если вы хотите создать компанию для сбора средств, приходите к нам, тренинг бесплатный, мы научим вас, как работать со сценарием и как снимать хорошее видео, которое действительно привлечет внимание тех людей, которые захотят вам помочь. И основной тренинг будет 17-18 февраля в Москве, а 7 февраля уже, в следующую субботу, через неделю, будет мастерская, на которой специалисты из проекта «Объясняшки», он будет рассказывать, как необходимо работать со сценарием. Регистрация открыта еще, вы можете это сделать до 4 февраля, то есть, это очень интересно. И также на следующей неделе у нас появится уже анонс, но пока мы делаем вот что. Значит, 28 февраля в Москве будет, мы проводим конференцию, такую небольшую, которая называется «НГО Фейл Конференции». В принципе, о чем это, да? Это об ошибках, с которыми сталкиваются люди, которые работают в некоммерческих организациях, да? Как мы говорим, что много людей любят рассказывать о своих каких-то свершениях, успехах и так далее, но мало кто говорит об ошибках. А это очень важно, да? Чтобы научить людей наступать не на свои грабли, да? Ну, как бы опыт используя других людей. Это действительно очень важно. Поэтому, если у вас есть какая-то история интересная, связанная с вашей деятельностью в некоммерческой организации, либо у вас есть знакомые, пожалуйста, дайте им эту информацию. Мы очень ищем вообще спикеров, которые там буквально за 15 минут расскажут какие-то свои истории, свой опыт. Это может быть и действительно что-то важное, полезное, либо смешное, либо какое-то интересное. Поэтому на следующей неделе появится регистрация, а здесь вы пока можете перейти по ссылке и как бы рассказать свою историю. В принципе, это все, что я сегодня хотел рассказать. Хочу вам сказать большое спасибо за то, что послушали. Надеюсь, было полезно. Еще раз наш сайт test.ru. В социальных сетях нас найти легко, мы везде теплиц.ст. Если вам нужна какая-то информация, я еще раз напишу свою почту. Вы можете напрямую мне писать. Поэтому надеюсь, было действительно важно. И если какие-то вопросы, пишите. И сейчас я буквально там за секунду... Презентация, если нужна, вы можете ее скачать. Это медибиблиотека, сверху у вас кнопочка есть. И все, кто зарегистрировался, там в ближайшее время получат видеозапись. Как видите, я успел в час уложился. Это очень здорово. Я очень рад этому. В общем, если нет вопросов, тогда давайте прощаться. Всем спасибо. И тогда до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok